Всем привет ребятушки, всех приветствую на канале Токсикул, ФБР на связи. Сегодня вот шурую в тренажерочку, вещаю из города Харькова. Давайте вы посмотрите, как я собственно позавтракал, и мы покатим дальше. Всем приятного просмотра, готовьте чаеху, ляля, кебаб и мы стартуем. Так ребятушки, мой скромный завтрак с одного яйца и чаек. И бежим качать ноги. Пишите в комментариях, с какой чашечки лучше пить кофе с утра, с этой или с этой. И хотели бы ли вы себе такую чашку с логотипом канала. Решила тоже подкачаться, гантельки уже выдвинула, да Багирыч? Что ты бицуху будешь качать? Чебулки. Ребят, кормим наших карасил гупешечных. Какой-то мужик кашляет, слышно? Байрактар на базе. Что ты, Байрактар, подписчикам привет передаешь? Скажи, где донаты, Йохан и Бабы? Какие приветы на халяву? Где мой корм? Люксовый, для попугайчиков. Биологических оружий, Байрактаровых. Лесопедисты шуруют пачками. Пацанюрики, девчата, короче, качу на тренировочку. Помните, был Стримчанский, был этот долгий комендантский час. Вчера не по графику там было, чешуя не помню. Ну, в общем, не катил на трешу. Сегодня качу. Только что прохожу, значит, голубиная мафия там, ребят, возле мусорников. Кто-то им кинул скумбрию, короче, копченую, без головы. Тасую там, мама, не горюй. Ну, завтыкал вам снять. Ну, это, конечно, вообще голуби уже всеядные. Вот, ребятки, короче, что могу сказать. Ночку сегодня я поспал вроде нормально. Напишите, как у вас была обстановочка. У нас вроде пока, наверное, все отстреляли на те числа, когда нам сказали сидеть дома. Наверное, все-таки нас предупредили правильно, чтобы мы не нарожали себя на опасность. Вот, так что такие дела. Сейчас сегодня буду качать ноги. Будет такая тренировочка тяжелая. Ну, я к ней готов. Честно говоря, даже немного нравится. Продуло мне шею, когда сидел, стримил. Кондер дул, короче, прямо сюда в шияку. Ну, и продуло. Короче, шея толком не поворачивается нормально, как должна. Такие дела. На районе вообще тишина. Видите, вообще даже никаких людей, никаких персонажей. С каждым днем такое впечатление, что людей все меньше, меньше и меньше. Не знаю, где они деваются. Может, по хатам сидят. Фея его знает. Ну, а мы стараемся как-то двигаться вперед, худеть. Сейчас посмотрим, похудел я или наоборот на пирожках набрал, собственно. Потому что дома были пирожки. Помните, на стриме я хавал. Может, немного поднабрал вес. Потому что у меня все такое мучное. Макароны, пирожки, каши. Ну, каши не так. А вот макароны, пирожки, булочки просто стопают нереально вес. А то еще и прибавляется. Мне достаточно одной булочки схавать. И сразу плюс килограмм на весах. Будьте так любезны. Ну, ничего страшного. Все будет окей, ребят. Погналась. Маншируют ребятушки. Уже еле идут с утра. Вон, видите, детвора гуляет. Мужичок как с девяностых в рубахе идет. В очках как чикатило. Топали ножки, топали по дорожке. Пока кроссовки совсем не разлезлись. Пока держатся. Мужик. Ребята, видали? Человек, видите, как после наливайки не выдержал немного. Решил придремнуть. Полежать. Тапки слетели. Тапочки слетели? Так еще две тапочки слетели. Сделал того штриха, сразу вспомнил рекламу. Помолив. Райское наслаждение. Створится в абсолютном блаженстве. Райское наслаждение. Фотосессия. Клумбочки. Сегодня три сет, ребятки. Бицепс, бедра, квадрицепс и икры. Хм. Фу. 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 починил ребзя нормально теперь я накидаем блинчиков называется по-моему сани упражнение или телегой будем короче то толкать по-моему сани называется видите как санки сделан какой вес тут ребят напишите в комментариях ребятушки первый номер у меня выбор на связи собираемся короче такой рюкзачок это малый в первый класс ходил а саня уже сколько лет тренируется с ним ходит многие ребят уже подсушились видите уже видно вот здесь нормально ну что бригада шурую домой потихонечку помаленечку топали ножки топали по дорожке что ребзя потренировал я сегодня ноги ну так по лайту я вам сказал кто-то напишет комментах насколько я там подхудел физическое оружие связи с ветром где-то подевались видите то не гляньте летят гуси утки и два гуся полно полно ну шо вы готовы к новому нападению к выходу на передовую а не нету мотивации сегодня они не мотивированы видите вообще никаких телодвижений сегодня кстати видите говорят кентюгики что ночью было типа тихо напишите вы в комментариях как сегодня тихо не тихо было я думаю это банально связано с тем что просто-напросто вы стреляли то что готовилась на те числа когда нам сказали сидеть дома и тогда дубас или вы помните так нехило да прилетала где попало вот и теперь может что-то новое там они подвозят но это так фантазия субъективное мнение понимать поэтому скорее всего как-то так как вы там что там по настроению как вы думаете дальше будет затишье чине чем будет громко алло 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 помните как на стриме чуваку звонили алло так вот и она алло еще один алло блять еще один алло не в вашей любимой футболке стримерской кофе плиз шурую домой я вам должен сказать что даже такой небольшой вес как вот я скинул он уже чувствуется то есть намного полегче если бы пожестче было бы диета я думаю еще бы получше было в идеале конечно первый месяц не делать никаких чекмилов и так далее и тому подобное но я вам должен сказать ребят в идеале иметь нормальную обстановку чтобы нервная система не перегружалась это самое главное для мотивации и для сушки они в таких условиях пытаться худеть сушиться и так далее и тому подобное это не совсем грамотный подход он царите рибли трактора гудуть ремонты делаются не перестает удивлять красавцы конечно молодцы убирают коммунальщики дороги ремонтируют трубы все подряд красавцы харьков как всегда красивый город с клумбочками с ровными дорогами и так далее и тому подобное и вот здесь уже латочки видите полотали там он дальше латают и трактора стоят тоже ремонтируют ребятки вчера была собственно разговоры за ланос за то что сколько он стоит сколько не стоит ну можно у такого ланоса купить участь я вам покажу видите вот такой стоит пороги поменяны заднего крыла половина сгнила крыло накинули двери нету вообще капота нету он такой вы можете купить за 2000 долларов ребят вам подшаманят и вперед вы купите потом сделайте капитал очку движка все сделаете короче там двери поменяете машину поменяйте в итоге и продадите быстрее там где-то найдете шпаклевки ведро где-то мешковины вот такую можно за двушечку купить нормальная машина либо же самому нужно либо же она уходит кому-то знакомым сразу либо же по нормальной цене естественно даже может немного за и вышины так что как то так здрасте детвора он тусуется ведь это он уже тоже начали на расслабоне отдыхают тачку все выбрасывать на мусор умрет завете рыбут 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 работают все как положено короче решили на турнички зайти еще вообще я вам должен сказать что такой район все у каждого свои упражнения понимаете у каждого свои подходы и свои упражнения и какой барбос сурует привет барбос вообще ноль эмоций чай ты шарик на шарик кричишь хочешь покусать зевса зевс нас встречает сунь что ты без настроения ты дрэхтом на равьями да у меня постоянно спрашивают ребят как вы там вообще живете в харькове я хочу чтобы вы это мое чисто субъективное мнение раз и навсегда на всю свою жизнь запомнили мы здесь харькове сейчас сейчас данный момент раньше мы жили а сейчас данный момент мы не живем мы выживаем ребят понимаете и там те которые видосики я снимаю да как проходит мой день так далее и тому подобное это видосики про то как выживать грубо говоря в такой ситуации не сойти с ума вот как называется эти видосики живете это когда вы можете планировать что-то на будущее покупать мебель ездить отдыхать собственно учиться и так далее тому подобное здесь не учебы нормально нету не работы нормальной адекватной никакой нету вы ее не найдете понимаете как и так далее и тому подобное то же самое с развитием вот и пытаемся развиваться в сфере так скажем блогина сферы как вы там живете в харькове ребят у нас не работает как у вас стриптиз бары понимаете кафешки кинотеатры парки зоопарки и так далее и тому подобное я знаю чем я говорил и говорю я прожил месяц хмельницком я знаю как там там работает все абсолютно можно пойти погулять и чувствовать себя человеком чувствовать себя в безопасности здесь ты получается постоянно вспышка слева вспышка справа не знаешь откуда и куда прилетит не знаю за что ты будешь жить завтра чем ты будешь отопливать дом будет ли газ будет ли свет что как говорится у них в голове что у них на уме на уме ты не знаешь за что ты будешь пропитаться потому что нет толком работы никакой то ли при будет какая-то гуманитарка То ли будет какая-то еда, то ли что, чем То ли дрова тебе рубить, то ли что тебе делать Вообще, то ли выезжать Вот, куча только одних вопросов Вопросы, вопросы, вопросы Ответ там никто не дает На эти вопросы Как-то так После треши пришел, ребятки, немного отдыхаешь Еще хотелось бы сказать Живешь, это когда ты уверен в завтрашнем дне Ты можешь что-то планировать Хотя бы на завтра, хотя бы на неделю вперед Откладывать какой-то бюджет На тот же отдых, откладывать какой-то бюджет Либо же брать кредиты на покупку Жилья, машины Мебели Учить своих детей Здесь какое обучение, онлайн Как вы думаете Эти дети чему-то научатся вообще И какие стрессы у них Вот целыми днями Особенно ночами, когда они уже новости читают Больше и лучше, чем мы Вы в 15 лет новости читали В 10 А сейчас дети смотрят по бабликам Когда ракета вылетела и говорят Давайте прятаться Уже знают дороги в бомбоубежище и в погребах Вспомните себя Чем вы занимались В этом же возрасте Ребятушки, ну шо Вот и моя собственно супер диета Гороховый супчик Видали такое при похудении Вот Санючек шухавает В городе Героя Харькова При фронтовом, так скажем А вернее даже фронтовом Горячая точка Худеем как-то так И вот салатик Так, ну шо ребятушки Доброй ночи Сидим Вчера, как говорится Ночью было вроде бы тихо А сегодня Тревога Шмаляют Короче, мама не горюй Прилеты Ну, слышим Это трэш Ну так вот и живем Говорит, вы живете там Как вы там живете Вы живем, ребят Вы живем Вот так вот в принципе Ребятки, прошел мой денечек Всем добра бабла Позитива Подписывайтесь на канал Ставьте пальцы вверх Лосики лайкосики Пишите комментарии Подпишитесь на мой инстаграм Тикток И телеграм-группу таксистов Но кому нужна страховка Залетайте Внизу по ссылке Сможете сделать онлайн-страховочку На свою тачку По моему промокоду Таксикул21 Получите 10% скидки Обязательно подписывайтесь На новый тикток Всем добра бабла Позитива Мирного неба над головой И тихих ночей Пока-пока До новых встреч А я пошел спать Надеюсь, поспу Субтитры сделал DimaTorzok